Поэтому и в семье должна быть игра, а не большая тоже. Надо в поддавки играть с женой. Ну то есть, она говорит, вот так, она серьезно говорит. Я говорю, да, 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 все правильно. Хотя сам знаешь, что неправильно. Не имеет значения, нет смысла тут доказывать ничего в семейной жизни вообще. Если ей надо, она сама поймет, как правильно. Разве она не может понять? Захочет, поймет. Бывает ситуация, когда надо уговаривать. Допустим, у жены начала расти, ну, киста в щитовидной железе. Я говорю, моя хорошая, нужно двигаться. А женское тело ленивое, двигаться не хочется. А муж не вдохновит жену. Я говорю, ну, надо двигаться, моя хорошая. Ну, нельзя лениться, иначе будет расти дальше киста. Прошло два месяца, приходит с анализом, говорит, она больше стала. Врач уже говорит, есть опасность, надо вырезать. Я говорю, моя хорошая, наверное, пора уже нам бегать с тобой вместе. Она говорит, наверное, пора. Испугалась. Начала бегать. Киста уменьшилась. Опасность ушла. Видите как? И она уже теперь поняла, что надо бегать. Все, у нее уже есть это понимание. Она все равно стремится к этому. Хотя женское тело ленивое. Но женское тело, хоть и ленивое, но оно сильно вдохновляется подружками. Вот если подружка бегает, как я могу не бегать? Подружка же уже бегает. Все. Женское тело, женская психика так устроена. Если подружка что-то делает, она не может уже не делать. Ну, как она? Подружка делает, а я нет. Она не может уже все. Ей надо с подружкой обязательно. Потому что так устроена женская психика. С мужем она не обязательно должна бегать. С мужем пусть сам бегает. Муж сам пусть бегает, да? Он же мужик, пусть бегает. А если подружка бегает, то все, уже тут уже не отверстишься. Мужчины, вы понимаете, почему женщины так себя ведут? Что раз ты мужик, должен бегать, пахать, мучиться. И ей это нравится. Знаете, почему женщины так себя ведут? Мужчины. Эти темы тайну откроют. Потому что они родились отдыхать. Женское тело предназначено для отдыха. Не для аскезы. Женщина может совершать аскезу из любви. Когда она любит кого-то, она может ради детей аскезы совершать. Ради мужа, если она любит. Ради подружки с ней побегать вместе из любви. Но ради аскезы она принципиально напрягаться не будет. А если она напрягаться будет из аскезы в женском теле, она с ума сойдет. У нее психика начнет ломаться и плохо станет. Начнет тошнить от этих пробежек. Она, вспоминая, будет в холодном поту об этом вспоминать. Поэтому надо снисходительно относиться к женщине, к жене. Вот жена, допустим, говорит, я не могу уже на этой кухне находиться. Я устал. Значит, да-да-да, моя хорошая, все. Мы устали. Пойдем отдыхать. Все ее отвезти, самому помочь. Все. Один раз вы так сделаете, просто за нее помоете. Она так будет счастлива, что потом она всегда сама будет мыть. У меня было несколько раз такие случаи. Жена говорит, я не могу мыть эту посуду. Я говорю, давай я помою. Она говорит, ты грязно помоешь. Я тебе не дам. Я говорю, давай тогда сделаем компромисс. Давай, я буду мыть, а ты будешь смотреть и командовать. Показывать мне, где грязь, и я буду. Она говорит, меня это устраивает, этот вариант. Мы, короче, встали, я мою, она мне показывает. Вот это вот. Ну, мне каждое, там, две тарелки мне дались серьезно. Показывают. Я думаю, ну, нет же уже грязи. Нет, есть. Смотри, точно есть. Моем, моем, короче, раз, вымыл две тарелки. И она такая отдохнула, такая, командовала. Пока командовала, отдохнула. Говорит, ну, иди я, остальное, сама все домой. Ну, то есть, как бы я включил ее в процесс. Женщине очень тяжело включаться. Но когда она включается, она сама уже потом велико. Потому что у нее волевые функции слабые, воля слабая у женщины. Это она включилась, ее надо включить просто. И она дальше сама все делает. Тоже вариант отношений между мужчиной и женщиной. Видите, очень ценно знать, чего хочет близкий человек. Вот женское рождение предназначено для отдыха. Конечно же, женщина будет и убираться, и стирать. Но это не является, как бы, сутью ее рождения. Суть ее рождения — это счастье, наслаждение жизнью. Она, когда кушает, она наслаждается. Когда она любит, она наслаждается. Она наслаждающаяся в отношениях женщины, наслаждающаяся. А все остальные ее наслаждают. Она с детьми наслаждается. То есть она родилась для наслаждения. Мужчина для чего родился? Для победы над судьбой. Он тоже счастье испытывает, когда побеждает судьбу. Этому мужчине надо просто трудиться, побеждать судьбу. А женщина тоже иногда трудится над собой. Она тоже вдохновляется трудиться над собой. Но из любви. Из любви, а не из аскезы. Поэтому женщины должны учиться искать подружек себе, таких же, как они, которые бы друг другу помогали учиться жить правильно. Кому не хватает такой подружки? Поднимите руку. Ну, что вы? Вот да, теперь все встаньте, кто подняли руки, девушки. Встаньте. Посмотрите в зал. Кто кому понравился. Стоп, стоим. Кто кому понравился. Посмотрите, кто кому нравится. И пальчиком поманите. И потом встретитесь после лекции. Ну-ка, посмотрите, посмотрите. Чего стесняетесь? Бестолковый. Договаривайтесь, встречайтесь, общайтесь потом. Для женщин самое ценное — это дружба с женщиной. Запомните. Сколько нужно женщин, чтобы дружить с женщиной? Сколько нужно женщине дружить с женщиной? Сколько женщин должно быть, чтобы выйти замуж? Математика у нас пошла. Математика судьбы. Сколько нужно женщин, дружить с женщинами? Сколько по количеству, чтобы выйти замуж? У кого пять, поднимите руку. У вас где-то до семь-восемь. У вас дальше кто поднимает? Вам четырех достаточно, женщины. Вам четырех достаточно. Еще поднимаем руки. Вам надо штук десять, наверное. Да. Да. Не хватает. Сколько не хватает? Уже девять есть, что ли? О, моя хорошая, совсем мало. Такая арифметика. Вам сколько надо подружек? Я много. И вы замужем, да? Да. 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 Что-то я сомневаюсь. Но у вас же есть человек? Есть. Нету? Нету? Значит, будет на днях. Наверное, уже почти есть, уже рядом где-то. Видите как? Оказывается, вот когда девушка много дружит с девушками, у ней увеличивается возможность выйти замуж. Все больше и больше. Потому что энергия любви вращается. Больше и больше ее становится. В какой-то момент она переполняет ее, и все. И дальше она уже начинает шибать с ног мужиков. Все, вот так уже действует ее судьба. Итак, давайте будем практически сейчас изучать тему. Вот смотрите. Я устала от мужа. Что это значит? Какая дистанция, какие отношения, что происходит? Я устала от мужа. Кто может ответить на этот вопрос? Дистанция близкая, понятно. Кто как себя ведет? Муж привязан к жене, правильно. Я устала от мужа. Муж привязан к жене. Что делать? Мягко, по-доброму, сильно воспитывать. Держать дистанцию от него. Воспитывать. Не подпускать все близко, потому что это приведет к разрушению семьи. Надо знать, почему. Некоторые женщины сильно себя за это обвиняют. Говорят, я не могу близость строить с мужчиной, со своим. Мне противно. Он мой близкий человек. Он мне нравится. Он хороший человек. Но я устала от него. Что делать? У вас неправильное отношение. Он привязан к вам. Вы как бы себя расходуете в отношениях. Значит, надо ему объяснять. Давай чуть-чуть дистанцию. Не будем так сильно зависеть друг от друга. Объяснять ему, объяснять это, пока он не поймет. И не расходоваться так сильно. Дальше. Второй вариант. Я не люблю свою жену. У меня нет к ней чувства хорошего. Что это значит? А? Вот смотрите. Я не люблю, когда нет чувства совсем. То, да, есть два варианта. Первый вариант. Жена привязана, как вы сказали сильно. Она истощила моё чувство. То есть я устал от её привязанности. Второй вариант. Это плохой период астрологический. То есть приходит время. И бац. Вот эта энергия влюблённости заканчивается просто. Раньше времени бывает. А потом опять начинается. Что в это время надо делать? Вкладывать, да, молиться, чтобы тебе, ну, чтобы ты не был, понимаете, я не люблю свою жену, но не люблю, не люблю, что тут такого. Но если ты зависишь от этого, это значит, что ты привязан к ней, а не получаешь от неё, ну, ты привязан, а не получаешь своего. И это бесит, начинает бесить, понимаете. И человек что делает? Привязывается к кому-то другому. Пытается одну привязывать, заменить на другую. А что надо делать? Надо просто в молитве победить этот блок и служить своей жене, чтобы благодарность, через благодарность, любовь от неё почувствовать. Она благодарна становится, ты её любишь опять. Мама гнобит дочь. Что это значит? Мать хочет эксплуатировать дочь. Она привязана к эксплуатации её смирением, её послушанием. Дочь унижена, не может вести себя нормально. Она, у неё есть низкое чувство собственного достоинства. Дочери надо стать сильной, принять мать, её вот эту строгость принять, соглашаться с ней, но не поддаваться. Стать сильной, крепкой внутри себя, соглашаться, но жить своей жизнью. И держаться на ней на большей дистанции, потому что если ты чувствуешь, что она тебя гнобит, значит, ты тоже хочешь от неё материнской любви. Понятно? Если мать унижается перед дочерью, дочь ворчит на мать. Что это значит? Это значит, что мать привязана, она унижена, а дочь обнаглела. Что делать дочери? Аккуратно объяснять маме, что мама, у нас с тобой неправильные отношения, я должна к тебе повежливее быть, а ты должна быть посильнее. А мать должна дистанцироваться от дочери, стать независимой от неё, стать зависимой от Бога, и потом постепенно по-доброму её воспитывать, объяснять, как лучше себя вести, и так по-доброму. Не объявлять ей войну. Всегда через доброту всё решается. Доброту и строгость всегда. Все отношения восстанавливаются всегда через доброту и строгость. Они не восстанавливаются только через доброту или только через строгость. Через доброту и строгость приходит обучение человека. Но его может быть строгим к нему, если ты ему служишь. Одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, я от своего мужа дистанцировалась, через две недели он мне звонит, говорит, слушай, ты дистанцируешься ещё на неделю, я так отдыхаю без тебя. Это значит, она ему не служила. Она ему не служила и дистанцировалась. А у неё благодарности в сердце нет, значит, он её не ждёт. Она его замучила просто. И он отдыхает. Это значит, что она к нему привязана сама. Сама его замучила и сама же ещё дистанцировалась. Замечательно. Ну и, конечно, он будет, он отдыхает. Его замучили, теперь он отдыхает. Какие у вас вопросы по этой теме? Ваши вопросы? Да? Садитесь, садитесь. Брат и ваша мама. Ну как он её гнубит? Ну вашей маме очень твёрдый характер. Да? Он её ломает, да, её характер ломает. Ну вот, это другое немножко. Смотрите, здесь другая ситуация. Мужчина по своей природе, каждый мужчина петух. Ну он кукарекает, если начинается война. Если война началась, то он начинает кукарекать сразу. Поэтому с мужчиной никогда не надо начинать войну. Потому что он по природе, или он воюет, или не воюет. Одно из двух. Мужчина так устроен. Или воюет, или не воюет. Что сделала мама? Мама в своё время этого ребёнка очень жёсткий стиль в себя ввела с ним. То есть она его гнобила. То есть она как бы жёсткий стиль с ним ввела себя. То есть он после 13 лет, после полового созревания, начал бунтовать. Потому что если мужчина не бунтует, он теряет себя, он становится тряпкой. Он начал бунтовать, но коса она шла на камень, потому что она очень сильный человек. И так как сейчас она стареет, а он молодеет, он крепким стал, сильным, мужественным. А она стала слабой. Она стала слабой, потому что она стареет. И поэтому сейчас перевеш пошёл в его пользу. Но она не уступает. То есть она продолжает себя вести с ним очень жёстко. Знаете, почему женщины с мужчинами жёстко себя ведут? Потому что у них есть страх природный перед мужчиной, страх. И они, ну как бы, самый лучший способ войны — это нападение. Надо предвосхитить противника, напасть раньше. И тогда ты победил. И поэтому женщины, они чувствуют себя слабым по отношению к мужчине. Они на них нападают сами, как бы, с целью победить. А когда женщина на мужчину нападает, что происходит? Да, у него петух включается. Он начинает... Пошёл, как бы. Я мужскую природу на себе почувствовал, когда мне было три года всего. Я приехал к бабушке с дедушкой по отцовской линии. У них было своё хозяйство. И мне было интересно смотреть на взаимоотношения всегда. И я пошёл смотреть на курицы петухов. Там курочки ходили. И я, так как они такие красивенькие, я начал за ними бегать. Ну, естественно, ребёнку хочется схватить, потрогать красоту. Ну, живое что-то. Я начал бегать за курочками, за курочками бегал, бегал, бегал. И потом... Начал слышать такой звук странный. Потом увидел, что одна курочка не убегает. А это оказалось не курочка. Я когда к ней подошёл, к этой курочке, ну, поближе, эта курочка стояла очень гордо передо мной, высоко подняв голову, и трясла этим хохолком, да? Вот так. Вот. Я думаю, какая-то интересная курочка, дай-ка её поймать. И как только я к ней подошёл, она подпрыгнула, эта курочка, и в лоб мне. И я падаю на каут. Он меня реально вот сюда прямо стукнул мне, и я прям потерял сознание. Вот. Ну, потом меня спасли, конечно. Прибежали там, петуха загоняли в угол. В общем, всё закончилось хорошо. Но я запомнил, что курочек обижать нельзя. А то петух будет клеваться. Вот. Ну, то есть, точно так же, когда сами курочки и петухов обижают. Происходит то же самое. Давайте разберём две причины, когда муж бьёт жену. Первая причина. А? Первая причина, не то, чтобы называть женщиной. Классическая первая причина, что она агрессивно отвечает на его строгость. То есть, она как бы спорит с ним очень жёстко, пытаясь его сломать. Когда мужчину пытаются сломать, у него есть два варианта. Или сломаться и стать тряпкой. И вообще потерять себя. Или бить жену. То есть, он сначала начинает орать, задавливать её. Если она не задавливается, он её начинает бить. То есть, драться с ней. Как с тем, кто пытается его победить. То есть, он или угрожает ей сначала. Ну, что-то происходит в этом плане. Понимаете? Это всегда так происходит с женщиной. Поэтому мужчину побеждать напором не надо. Это неправильное мышление. Женщина должна побеждать мужчину. Два варианта есть. Или молчанием. То есть, ушла и закрылась. Или слезами. Слезами самый простой способ. Заплакала его, сразу расслабила. Значит, он уже победил. Что дальше сражаться? Вторая... А? Ну, смотря, что начинает. Если женщина ведёт себя агрессивно, то есть, ломает тебе психику, ломает, то мужчина что должен делать? Он должен уходить. Уходить от этого человека. Закрываться, уходить. Потому что есть два варианта. Или её бить, или уходить от него. Больше нет варианта. Если женщина ломает вот психику мужчины, то мужчина начинает вести себя как воин. То есть, он такой, он не может как бы остановиться. Его психика рушится. Это очень опасное поведение с мужчиной, женщиной. Очень опасный стиль. Женщина должна, может плакать, может жаловаться ему на него. Плакать, жаловаться, укорять. Но не кричать, но как бы не обзывать, грубить и ломать его. Вот этого не надо. Это мужской стиль поведения нельзя с мужчиной. То же самое мужчина может, допустим, он может строго себя вести, может молчать, может там раскаиваться. Но если мужчина начинает плакать с женщиной, это всё, у неё психика рушится сразу. Она не может этого стерпеть, и она уходит от такого человека. Она теряет любовь к нему, перестаёт любить такого человека. Когда женщина ведёт себя агрессивно, то есть она пытается сломать мужчину, у мужчины теряется любовь. Когда мужчина плачет, у женщины теряется любовь. Это поведение недопустимо. Неестественное, парадоксальное поведение недопустимо в семейных отношениях. Вторая из причин, почему мужчина бьёт женщину. Это то, что вы сказали, женщина. Женщина становится тряпкой, всё ему позволяет, боится его потерять. Обычно это когда женщина имеет низкое положение в обществе, мужчина высокая. Она как будто за Бога замуж вышла. Там ей всё позволено, и то, и всё, и квартира хорошая. Он её всем обеспечивает, она стала сильно зависимой от него. Ну, кстати, он что хочет, то с ней делать. Я даже знаю случаи, когда мужчина приводил женщину домой при жене. При жене, то есть она спала в одной комнате, он с другой в другой комнате и сказал, хочешь, уматывай, здесь всё моё. Или можешь жить со мной. Я что хочу здесь, то и делаю. Так она довела ситуацию. Это её вина. Мы потом с ней общались на эту тему. Это её вина. Потому что она слишком позволила ему много. Слишком зависимо от него стала. И в результате он обнаглел. Человек может обнаглеть до самых безумных степеней. Поверьте мне, это очень быстро происходит. И человек сам этого не понимает, что он уже стал вот таким. Это просто так устроена жизнь. Если человек унижается, он этот яд подливает, подливает в огонь. Точно так же может женщина обнаглеть. Точно так же, как мужчина. Даже иногда женщина бьёт мужа. Обнаглевшая такая. Она его мутузит, он такой стоит терпит. Есть такой фитиль, короче, журнал юмористический. Там, короче, женщина вышла продавать мужика на рынок. Там рынок, это птичий рынок, там животных всяких продают. И женщина вышла мужика продавать. Торговаться. Там женщины подошли. Ну, такая юмористическая история. И они начали с ней торговаться. За 100 рублей, в общем, она его продавала. Там козла за 70 продавали. А нам мужика за 100 рублей. Это там подоплёка такая, что там было время в Советском Союзе, когда инженеры всех поувольняли, короче. Ну, производство всё порушилось. А он инженер, как бы. Ну, он уже не нужен, потому что денег нет. И получается, он ненужный такой. И все спрашивают, а что ты его продаёшь? Она говорит, ну, как бы нормально всё, мужик. И они спрашивают, ну, кем он работает? Инженером, что ли? Ну, да, инженер. Ну, а что его покупать? Кому это нужно? Без денег мужика, говорит. Кормить его, поить. И одна женщина подходит, говорит, беру. Она там козла продавали и мужика. Она говорит, беру и козла, и мужика. И тебе спрашивают, а что ты его берёшь, инженера-то? Он говорит, да у нас в колхозе все нужны, у нас колхоз развивается. Мы ему найдём работу. И раз, булку ему в рот. И мужик такой, ест булку такой, довольный. А эта такая в шоке стоит, которая продавала. Он такой смотрит на ту, говорит. Такой, довольный, что типа меня поняли. А теперь я буду у этой тёти жить. Ну, как бы, такой прикол конкретный. Ваше вопрос. Да, вот супер вопрос. Смотрите. Тактика поведения такая. В древней культуре объяснялась техника поведения, когда ломается семья. В нашей культуре эта опция отсутствует, понимаете? Люди думают, что когда ломается семья, надо просто или вместе быть до последнего, чтобы тебя сгнобили, или потом уйти навсегда, понимаете? А надо наоборот. В тот момент, когда несправедливость начинается, надо эту опцию всегда иметь, пожить отдельно. И сказать близкому человеку, что я тебе верен или верна, я никуда не ухожу, но я не могу принимать такие отношения. Вот эти отношения. Не ты не виноват, не я не виновата. Просто такие отношения недопустимы. Если начинается мордобой, обзывание, хамство или угроза другую женщину, или человек другую женщину уже привел и как бы не хочет тебя бросать, тогда ты начинаешь жить отдельно. И ставишь ему условия. Потом, когда у него проходят следующие стадии. Понимаете, если человек вовремя уходит, тогда тот не может его бросить. Знаете почему? Потому что есть такой закон в семейной жизни. Если ты уходишь и живешь отдельно, значит притяжение начинается из его сердца, а не из твоего. Тот, кто уходит, тот вызывает механизм притяжения. И человек уже не может тебя бросить. У него создается такое чувство, что он должен вернуть жену, потому что она как бы живет отдельно. И это чувство его трезвит. Он начинает трезветь. И дальше она ему ставит условия, когда мы живем вместе, при каких условиях. И дальше, когда он говорит, я согласен выполнять условия, пробует, но знает, что все равно он в первый раз не получится. Где-то на третий-четвертый раз вот такого жизни отдельно человек может уже потом выполнить условия. Он постепенно становится крепче. Ему еще надо давать знания в это время, подсовывать лекции. Ну то есть в тот момент, когда он нуждается в тебе, человек нуждается также в знании. И в этот момент можно его научить, как правильно жить. Но если бы вы вовремя не отошли от него, а он начал, тогда потом может быть поздно уже. Допустим, вы перетерпели, перетянули палку, и между вами уже не любовь, а отвращение пошло. И тогда, если вы отдельно живете, он не возвращается. Почему? Потому что вы отношения стали очень гнилыми уже, кислыми, никому не нужны. Поэтому пока притяжение есть, нужно пользоваться им правильно. То есть человек начал наглеть, раз, пожила отдельно чуть-чуть. Но при этом надо в сердце добрые чувства к человеку оставлять. Как правильно служить, чтобы при этом служить? Не привязываться? Не стать прислугой. Не стать прислугой. Если нет чувства собственного достоинства в сердце, как бы вы ни служили, вы станете прислугой. Нужно всегда быть достойным. Когда женщина служит, она при этом не прислуживается. Она просто приносит счастье близкому человеку. И это не означает, что она унижена чем-то, унижена. Понимаете, знаете, вот в очень крутых ресторанах, в очень крутых ресторанах, или в хороших самолетах, на хороших рейсах, стюардессы и вот эти рестораторы, они ведут себя очень достойно. То есть они никогда не прыгают на задних лапках, они ведут себя очень красиво, деликатно, при этом служат. Но при этом они могут сделать замечание, как бы поставить человека на место. Это считается самое крутое обслуживание. Когда у человека есть чувство собственного достоинства, и он кого-то обслуживает, это считается самое крутое обслуживание. Станьте таким человеком. И никогда никто не будет считать вас прислугой. Всегда служите очень достойно. Я же тоже вам сейчас служу. Что, я прислуга? Нет? Просто из доброй воли пытаюсь вам помочь. Ну, девушка, вы. Что, выбрать? Только это же хорошо. Не должна? Так супер, не плачьте тогда. Нет, вы ему скажите, мне хочется плакать. Если ты запрещаешь мне слезы, что-то делай, чтобы слез не было. Это классно, что он боится слез. Если бы не боялся, было бы хуже. Иногда женщина заплакала из себя, а он такой, ну и что? Значит, он отшибленный. Обнаглевший, вернее. Надо, значит, уже не плакать, а жить отдельно. Чуть-чуть. Но не уходить. Понимаете? В древней культуре не считалось грехом жить отдельно. Это не грех жить отдельно. А вот если ты уходишь, это уже грех. Или остаешься с человеком, который тебя унижает, это тоже грех. Но жить отдельно, это не грех. А мы не знаем, у нас опции этой нет, мы не понимаем. Или мы до последнего терпим, или уходим. Одно из двух. Вот это все грех. И то, и другое. Ну вот вы, женщина, в очках. А, нет, вот сзади. Спать отдельно? Ой, это тема страшная. Вы спрашиваете меня об этом. Как мне в институте, когда я учился, у меня это, ну, профессор так мне это пошутил. Расскажи мне лекарство от СПИДа. Я говорю, ну вот как бы такое, такое, такое. Есть еще одно. И он у меня намекал на это. СПИ-1. Лекарство от СПИДа. СПИ-1. Поняли? Никто не понял по Димитрию. Все поняли. Замечательно. Ну, ваш вопрос, девушка, да. Да вот, девушка, вот. Да, вы, да. Микрофончик есть у нас у кого? Мне кажется, вот то, что я сегодня говорил, все знают, да? Знаю, очень сложно. Каждый день подгадать, терпеть, служить. Лучше всего говорить то, что все знают, но то, что надо знать глубже. Это самое важное, потому что это знание, которое я сегодня говорил, оно является ключевым в большинстве разводов. Вот большинство людей, которые разводятся, не понимают этого знания глубокого. У меня такой вопрос. Я недавно шуткам, за молодого человека. Я его очень люблю, сиреную, уважаю. У меня настоящий мужчина, например, всем мужчинам. А Бог? А Бог? Конечно. Бог на первом месте. Точно? Конечно. Все, тогда все нормально. Я имею в виду, что для меня самое главное качество для него в этом мужчине, это то, что он приходится сам, старается делать многое для себя, для меня, для себя, для себя, для себя, для себя. Моя хорошая, вы столько уже рассказали, теперь слышать какое-то «но» уже как-то неинтересно. Не надо, не надо, не нужна помощь. Да, это опасно. А это всегда развод. Вот понимаете, если, ну допустим, мужчина сражается, да, у него меч. И щит. И ему дают еще один меч. Говорят, вот тебе два меча. А у того противника только один. Все, вот этот, у которого два, проиграет. Потому что он расслабляется. Вот мой отец, он старается, да, с этим, как утомляющийся. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Для того, чтобы бизнес развивать, первый шаг. Аскеза. Второй шаг. Хорошее качество, привлекающее людей. Третий шаг. Хорошая команда вокруг тебя. Четвертый шаг. На маленькой схеме ты отрабатываешь бизнес. И понимаешь, как он работает. Четвертый шаг. Связи. Пятый шаг. Расширение коллектива. Шестой шаг. Финансирование. А вы хотите сразу деньги. И тогда что будет ноль? Мое мнение такое, что это очень опасно. Я уже сейчас вижу, что будет разочарование в вашем муже, у ваших родственниках дальше. И потом дальше разруха. А как меня поступить? Правильно? Как предупредить эту ситуацию? Разбываясь с родителями? Или молитва. Или молитва. Если есть возможность объяснить все вашему мужу, если он слушает мои лекции, тогда этот вариант самый лучший. Но если он не слушает и возможности объяснить нет, тогда молитва, чтобы он прозрел. Здесь все зависит не от ваших родителей, а от вашего мужа. Нет, они всегда будут пытаться помочь. Но это нормально для родителей, пытаться помочь. Но мужчина должен сам иметь голову на плечах. Вот знаете, даже когда мужчина говорит, я готов принять помощь, когда я буду к этому готов. Это более высокая, это более сильная позиция, понимаете? Ну, то есть мужчина не против принять помощь, но он знает, что главная помощь должна исходить из него самого. Мужчина, любой мужчина, деньги разрушают все. Любого человека испытание деньгами, есть три испытания. Первое испытание называется огонь. Когда у человека не хватает на жизнь средств, возможностей, у него низкое положение в обществе, надо плохо, много работать, несправедливости много вокруг. И у него горит сердце. У него сердце горит, ему плохо жить, тяжело. Первое испытание называется огонь. И человек поэтому должен обратиться к Богу. Когда человек обращается к Богу, он получает благочестие, то есть он начинает делать добрые дела, добрые дела откладываются в его сердце и притягивают удачу. Добрые дела. Он становится богатым от добрых дел. Благочестие копится внутри, человек становится богатым от добрых дел. Наступает второе испытание, называется вода. Что это за вода, за испытание? Это деньги, возможности, влияние. Когда человек, испытываемый водой, очень сильно расслабляется. Человек, испытываемый деньгами, огнем очень сильно напрягается. И из-за этого напряжения рушится его жизнь. Когда человек испытывается водой, он расслабляется, становится слюнявым, ленивым. У него концентрация внимания падает. Он уже не понимает, как правильно поступать. Его психика становится, не боится опасности. Опасности приходят и разрушают его жизнь. Поэтому испытание водой преодолевается с помощью аскезы внутренней. Не обращать внимания на деньги, делать добрые дела, стараться молиться, думать о Боге. И просто зависеть от своих поступков, а не от денег. Перестать быть собачкой, которая смотрит на деньги и дышит им в рот. Следующее испытание, когда человек отрекается от денег, хотя их имеет, начинает использовать их правильно, разумно. Разумность приходит от благотворительности. Когда человек может жертвовать деньги, он может также их экономить. Когда человек не может жертвовать деньги, он их не может экономить. Понимаете? Он сильно привязан к ним, поэтому он сильно их вкладывает. Он сильно их вкладывает, не может... У него нет ресурса, это все... Вот, допустим, много денег вложил в деятельность, нужен большой ресурс надежных людей, специалистов, которые с этим будут заниматься. Нет ресурса людей, значит, тогда эти деньги все обваливаются. И ты потом за них будешь платить еще. Потому что если ты их взял у кого-то, значит, тебе придется отдавать. Ну и всегда за деньги приходится платить. Допустим, родители просто так дали. Это только так кажется. Если ты деньги использовал неправильно, им будет очень больно. Потому что деньги — это кровь. Вот. И они будут страдать от того, что он использовал неправильно, и разрушатся отношения в результате. А если он будет направить в правильное место, то есть на родительство? Правильное место. Это его собственная личность. Деньги здесь не помогут. Если он не станет сильным, он не принятет сильных людей и не будет способен проницательно относиться ко всему, что происходит. Только сила дает такие вещи. Если человек непроницательный, у него нет команды, значит, он не может правильно вести бизнес, даже если он его направил в правильное русло. Поэтому первое, что он должен сам из себя сделать силу. Знаете, у человека даже может быть танк. Он может на танке ехать. Но когда на него нападают прямо с танком, он будет развернется и будет текать прямо с танком. Понимаете? А на него нападают просто солдаты. Почему он с танком уезжает? Потому что он боится. У него не хватает силы внутренней. Надо сначала силу обрести. Молодец. Все, отлично. Вы сами главное все поймите. Потом. Это для всех хорошее. Следующее испытание, когда человек отрекается от денег, он не зависит от денег, он зависит от своей внутренней силы, приходит следующее испытание. Называется «Медные трубы». Ту-ду-ду, ту-ду. Вы такой хороший человек. Ну, слава. Страшное испытание. Слава, гордость вносит в сердце совершенно незаметно. Если человек не чувствует, что он постоянно все делает для своего наставника, для старшего, если у человека, который достиг славы, нет старших, его размажет гордость по-любому. Никто не может защититься от гордости, потому что гордость входит в сердце абсолютно незаметно, ее не видно в себе. И это факт. Ваш вопрос? Ваш вопрос? И не в стране, которая идет к разрухе. Деятельность более перспективная, когда страна пережила разруху и чуть-чуть начинает подниматься. Вот в этот момент, когда начинается подъем, если люди начинают в этой стране деятельность, никто там ничего не хочет делать в это время. И они становятся первыми. И они потом дальше становятся не первыми, а главными уже. В этой стране, когда идет подъем потихоньку, в это время, как бы, очень легко добраться до самых серьезных людей, потому что некому работать. Понимаете, все разбежались. Идет, был кризис, все разбежались. И те, кто начинают, приезжают в эту страну заниматься деятельностью, там, где начинается подъем, они достигаются успехов в 10 раз быстрее, чем в той стране, которая развита. А та страна, которая развита, она наверху находится. Что с ней дальше будет? Спад. И они попадают в этот спад. Знаете, неудачники, что делают? Они убегают из той страны, которая начинает развиваться, в ту страну, которая уже развилась. И попадают на спад. Проживут там 10 лет, дойдут до ручки вместе с этой страной. Потом думают, о, там, где я жил, теперь там развились. И опять туда приезжают. Там опять спад пошел. И так они, бедные, бегают туда-сюда, все время несчастными. Ну, что же мне так сильно не везет? А ты приезжай в ту страну, которая только поднимается. Как раз попадешь, куда надо. Украина поднимается или опускается? Поднимается. Правильно. Я вам говорил, это еще в прошлый приезд, что пошел потихоньку подъем, а вы мне тогда не верили. Сейчас уже начинают чувствовать сами потихоньку. Еще пройдет год, еще больше будет подъем. Идет подъем. Все нормально. Самое время здесь сейчас развивать все потихонечку. Не торопиться, потихоньку развивать, потихоньку. Ваш вопрос? Олег Ильич, я думаю, видишь, что большинство в нашей лекции, мы отможили людям пережить очень сложные жизненные ситуации, которые возможны слово просто поломать. Факт, факт. Может просто поломать ситуацию человека. Просто поломать. Безнание очень опасно. Да? Да. Да, но в основном в ваших лекциях люди не раз задумали вопрос старших. Идем наставников, которые можно нести пожить. Для человека нужно и старший, и младший. Вот у меня вопрос такого же старшего. Как найти его наставника? Какие его характеры должны быть? Нет, неправильно задумал вопрос. Наставник это не 5 гривен на улице, которые можно найти. Даже 5 гривен не найдешь. Никто не будет бросать. Смотрите. Наставник это самое дорогое удовольствие, которое существует в этом мире. Дороже не бывает. Найти его тяжелее, чем найти хорошего работодателя. Или найти жену себе, допустим. Ну то есть поймите, что и то, и другое, и третье никто искать не надо. Искать не надо. Допустим, я когда был начинающим врачом, я спросил у одного серьезного врача. Я говорю, как сделать так, чтобы клиенты к тебе начали приходить? Он мне ответил. Он говорит, как бы ты ни делал, пока ты не научишься лечить, у тебя не будет людей. Что бы ты ни вытворял. А как только ты научишься лечить, ты увидишь, что люди будут нюхом определять, что ты умеешь лечить. И всегда будут лечиться у тебя. Поэтому просто стань хорошим врачом. И все. Точно так же и здесь. Наставники всегда есть. Всегда. И вы просто их не видите. Просто их не видите. Этот мир является наставником. Одного мудреца спросили, кто дал тебе знания? Он говорит, я научился видеть истину, видеть Бога в разных предметах. Дерево дало мне терпение. Я настраивался на дерево, молился ему, научился быть очень терпеливым, как дерево. Собака мне дала преданность. Я научился быть преданным. Орел мне дал концентрацию внимания. Научился сильно сосредотачиваться от него. И так далее. Он перечислял. Сотрудничать нет. Сотрудничество мне дали пчелы, как бы, как сотрудничать. Я на них смотрел. Но не обязательно нам на животный мир смотреть, чтобы научиться жизни. Хотя это тоже не помешает. Потому что там все божественно же. Божественное действие. Все работает, конечно, иначе бы все загнулось уже. Природа же живет. Вот. Ваша жена есть? Я настраивался по причине, которую вы только что обсуждали. Жена реально ломала. Использовала мужское поведение. То есть она виноват? Она виноват. Нет, это не я виноват. Я постоянно изменял. И я могу... Молодец. Пытается разобраться в этом вопросе. Она знает вас, как облупленного. И она вам будет давать наставление. Второе. Когда вы выдержите это испытание. Испытание женой или мужем. И будете Бога чувствовать через близкого человека. То следующим наставником является... Вообще самым первым наставником является мать и отец. Но я уж вообще эту тему закрываю. Потому что мы настолько далеки от этой темы. Что вот с нее начинать я бы не начал. А вот муж-жена самое милое дело. Когда муж кричит, значит он говорит правду. Он чистую правду тебе кричит. Вот, да. Но ты ее просто услышь. Для начала. Если хочешь наставника себе иметь. Потому что если ты не можешь услышать жену или мужа, Бог тебе не даст выше никого. Какой смысл? Ты ничего не хочешь слушать. Дальше. Следующим наставником является друг. Близкий друг. Есть два типа друзей. Одни поют эти... Меморандумы. Там... Как? Дефирамбы, да? Простите, я уже заговорил. Да. Подпевают нам. Я хочу бросить жену. Да, она такая плохая, надо бросить. Все прямо подпевают. А один человек говорит. Ты разрушишь свою жизнь. И ты как бы в шоке. Ты же друг мне. Почему ты так сказал? И он говорит. Я тебе сказал, потому что я тебе друг. А все остальные, я не думаю, что они действительно друзья. Потому что они разрушают твою жизнь. Ну, то есть настоящий друг — это тоже наставник. То есть он говорит тебе правду. И эта правда имеет горький вкус и очень трудно слышать. Следующим наставником, когда уже друг стал для тебя наставником, ты почувствовал, что он является наставником. Следующим наставником является человек, который дает знания. Ну, такой, как я, допустим. Человек начинает слушать лекции. Это тоже наставничество. Тоже наставник. Потом дальше следующим наставником является тот, кто приводит к вере. Он тебе дает веру. Это другой тип людей, не такой, как я. Они дают веру. Чистые люди, светлые, они тебя ведут к Богу уже. И это скорее друг, а не наставник. Это друг. Старший друг просто. Дружеские отношения. Потом следующий вид наставника, это когда человек становится уже наставником. Ну, то есть он тоже друг. Тебе он ведет как друг. Он смиренно себя ведет как друг. Но ты у него изучаешь, как служить Богу. Он тебе рассказывает, все объясняет по-доброму. Но он не чувствуется от него, что он наставник. Он не чувствуется, что он такой невеликий. А просто друг. Друг. Понимаете? И самый высокий, дальше идет самый высокий тип наставника. Это он сам последний приходит. Когда Бог тебе открывает знания о святом человеке и дает возможность с ним общаться. Святые люди, их много очень на земле. Но вы их не увидите никогда. Даже если вам покажут, скажут, вот святой человек. Может быть вы увидите, но вы не сможете с ним общаться. Вы подойдете к нему, скажете, дай мне наставление. Он не будет вам давать наставление. Потому что вы не заплатили цену. Вы начните служить ему. Станьте таким сильным, чтобы он вам сказал, и вы сразу выполнили. Тогда он... Понимаете, есть разный вид наставлений. Допустим, я как к вам даю наставление? Очень аккуратненько, как бы, и так, и сяк пытаюсь вам рассказать, как правильно. Потихонечку вас веду. Потому что, если что сказать не так, вы сразу обижаетесь. Наставление не можете слушать. Тяжело. Спасибо большое. Вот поэтому не думайте о том, что Бог вам не показывает наставника. Вы не готовы. Вот пройдите этот путь. Сначала жена, потом друзья, потом очень серьезное отношение к тому, кто дает знания через лекции, допустим. И все остальное, потом придет само, придет время, вы получите наставника, который вам даст духовное знание. Все, мои хорошие. Десять минут мне принесли, бумажку. Десять минут. Значит, все. Но мы еще сейчас пожелаем же всем счастья, да? Мы не разбегаемся же, да? Будем сейчас повторять, я желаю всем счастья. Сейчас, видите, сколько здесь в зале, я думаю, человек 500, наверное, 400-500 человек. И сейчас будет очень много света, счастья. Будете солнцем согреты. Будете согреты вот этим чувством счастья, которое люди же будут раздавать счастье сейчас. И вы должны почувствовать счастье от этого процесса, дойти в него. Не просто сидеть, как истукан повторять, а слушать тех, кто молится и желать всем счастья. И почувствовать эту силу, наполниться этой силой и отдавать другим. Человек должен наполниться, отдавать, наполниться, отдавать. Не надо быть закрытым. Наполниться, отдавать. Почувствовать силу. Неужели мне одной? Вот такое настроение должно быть. Надо радоваться всем вокруг. Такое настроение.